Владимир Голов добавляет воду в муку, чтобы замесить тесто. За два года работы на хлебокомбинате он научился секретам приготовления вкусного и пышного хлеба. «После того, как оно замесится в два этапа, это получается на медленной скорости 2 минуты, и на быстрой скорости примерно 2-3 минуты замешивается. После этого накрывается чехлом держа и стоит 40 минут». После того, как тесто поднялось, его отправляют на разделку и формовку. Продукция на любой вкус – от традиционного пышного пшеничного хлеба до классических ржано-пшеничных сортов, злаковые хлеба, а также булочки с различными начинками, пирожные, торты и пряники. За сутки на хлебокомбинате выпекается больше 140 тонн хлебобулочных изделий. «После выпечки хлебобулочные изделия сначала отправляют на склад, а затем развозят по магазинам. Доставка круглосуточная». Заводы хлебокомбината расположены в Симферополе, Ялте, Керче, Феодосии, Джанкое и Евпатории. Продукцию можно купить в любой точке Крыма. «Там оказывают поддержку непосредственно правительство Крыма. Я думаю, что будут субсидироваться, скорее всего, из федерального бюджета хлеб для того, чтобы удержать цены на хлеб. Основная задача – удержать цены на хлеб, потому что есть определенный рост упаковки, есть определенный рост тех же импортных ингредиентов. Будем заменять их на наши отечественные». Хлебобулочные изделия комбинат отправляют в магазины полуострова, которых больше трёх тысяч. Зерно и продукты его переработки – мясная и рыбная продукция. Сахар, растительное масло и другие ключевые продукты питания крымчане могут купить в любом магазине. Ольга Хренова делится с мужем и семьёй каждую неделю пополняет запас молочной и мясной продукции. «Потому что всё практически отечественное наше. У нас сейчас прекрасные есть производители наших сыров. И колбасы наши, и сыры наши». Картофель, лук, морковь и другие овощи в супермаркет поставляют местные производители. Продуктов достаточно, их привозят ежедневно. «Потребность в импортных товарах незначительная и в основном приходится на продукцию, которую не производят у нас из-за климатических особенностей», – отмечают в Министерстве промышленной политики республики. Торговые точки работают штатно. «В социальных сетях мы фиксируем рост фейковых новостей о продовольственном запасе Крыма, либо о социально-экономическом развитии. Это всё не соответствует действительности. Крым насыщен в полном объёме продуктовыми товарами и непродовольственными». На полуострове работают больше 13 тысяч точек розничной торговли. Россия производит значительную часть продукции, обеспечивая своих граждан молоком, мясом, хлебом, овощами, фруктами и другими продуктами. Торговые сети регулярно обновляют товарный запас по основным социально значимым категориям минимум на 40 дней торговли. Бакалеи запасаются как минимум на 50 дней, средствами гигиены – больше, чем на 70 дней.